Завтра вся страна отметит третью годовщину со дня вступления Республики Крым в состав России. 18 марта 2014 года жители полуострова изъявили свою волю на референдуме. Множество споров по этому поводу идут до сих пор. Однако и россияне, и сами крымчане говорят о том, что благодаря этим событиям восторжествовала историческая справедливость. Каким помнят этот день никутяне и что сегодня связывает две республики в материале Саргылана Захаровой. В сочетании «Крымская весна» и «Крым наш» уже стали нарицательными в 2014 году, когда Крым переживал не лучшие времена. Из-за волнений в Украине и попыток дестабилизировать ситуацию, якутяне не остались в стороне. Одни собирали гуманитарную помощь, а другие лично принимали участие в событиях той весны. В том числе и представитель общественной палаты Якутии Андрей Ив. В нашей передаче «Актуальное интервью» он поделился своими воспоминаниями. Я вспомнил фильм про Ленина, Смольный, когда все бегают, бегают с какими-то бумажками. И когда я увидел лидера, вот он в своем черном свитере, по его глазам, я понял, что он не спит уже несколько ночей. И я говорю, вот предложение, чтобы Якутск и Севастополь стали городами-побродимыми. Он говорит, ну это хорошая идея. Якутск и Севастополь стали городами-побродимыми. Сегодня основное направление, по которому сотрудничают республики – туризм. Вот сейчас как раз на следующей неделе начинается фестиваль «Полюс холода». И мы надеемся, что они приедут, направят своих представителей. В принципе, они интересовались, какой виды туризма можно организовать на нашей территории, посетив ярмарку «Сахатревел», «Сех» и так далее. То есть они уже имеют какое-то представление. Праздничные митинги 18 марта уже стали традицией. Жители всех районов республики выходят на площади с плакатами в поддержку Крыма. Наша земля, часть России, вернулась к нам обратно. Я отношусь лично хорошо. Я очень счастлив, что Крым соединился с Россией. Как бы объединяет всю нашу страну, потому что Крым всегда был историей России. Завтрашний митинг, посвященный годовщине Крымской весны, пройдет в Якутске на Комсомольской площади в 11 часов дня. Все культурно-массовые мероприятия продлятся до 7 часов вечера на площади, в теплом озере и в Ледовом городке. Серглана Захарова, НВК САХА, Якутск.